2. Почему о солнце, луне, небе и других тварях Бог сказал «да будет», а о человеке сотворим? И что значит по образу? Помните ли, недавно предложенное вам изыскание? Да, вы так подняли наш дух, возбудили такую смелость, что мы отважились и на изыскание. Впрочем, это дело не смелости и не безрассудной отваги. Не на свою понадеявшись силу, но всецело верившись молитвам предстоятелей и вашим. Мы вышли на это поприще. А молитва церкви так сильна, что если бы мы были безгласнее даже камней, она сделает язык наш легче всякого пера. Так попутный ветер, устремившись прямо на паруса корабля, двигает судно вперед быстрее стрелы. Так и молитва церкви, обращенная на язык проповедника, увлекает его слово сильнее ветра. Поэтому и мы каждый день смело выходим на поприще проповеди. Если на внешних состязаниях иной, имея только 10 или 20 друзей среди народной толпы, отважно выходит на место борьбы, то тем с большей бодростью сделаем это мы, когда у нас не 10 только и не 20 друзей. Но все собрание состоит из братьев и отцов. Притом на внешних состязаниях борец небольшую получит пользу от зрителя. Развитый катод воскликнет и выразит удивление перед его подвигом. А сидящий вверху поспорит с противниками. Сойти же на место борьбы, подать руку борцу или потянуть за ногу противника или сделать что-либо подобное, этим не дозволено. По начальным установлениям распорядителей состязаний, воткнув острое коле и протянув кругом веревки, удерживая таким образом стремительность зрителей. И что удивительного, если зрителю не позволяется сойти вниз, когда даже учителя гимнастики сажают вне арены и велят ему подавать помощь борющимся своими и наставлениями издали, а близко подходить не позволяют. Но здесь не так. Напротив, и учителю, и зрителю можно сойти к нам, стать близко своим расположением и молитвами подкрепить силы. Так вступим же в состязание подобно тем самым борцам. Когда они, схватив друг друга посередине, в пылу борьбы отодвинутся вследствие тесноты места, стоящему около арены народу, то, освободив сплетшиеся руки, опять возвращаются на место, назначенное для борьбы. И, возвратившись, не прямо опять схватывается, но приведшие свои члены в такое положение, в каком они были, когда разошлись. Так как и нас теснота места принудила прервать слово, то теперь, возвратившись на место борьбы, освободим от сплетений то, что сегодня прочитано нам. И сказано, сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. Здесь, во-первых, заслуживает рассмотрение то, почему, когда созидаемо было небо, не сказано сотворим, но да будет небо, да будет свет. И так о каждой части творения. А здесь же только прибавлено сотворим, чем выражается совет, смотрение и сообщение с другим кем-то равночестным. Кто же такой имеет быть сотворен, что удостаивается такой чести? Это человек, великое и дивное живое существо, и для Бога драгоценнейшее всей твари, ради которого небо и земля и море и вся прочая совокупность творения. Человек, спасение которого так восхотел Бог, что не пощадил для него единородного. Он до тех пор не перестал все делать и устроять, пока не возвел его на небо и не посадил одесную себя. И Павел, зывает, говоря, и совоскресил, и посадил нас, одесную себя, на небесах во Христе Иисусе. Поэтому был совет, смотрение и сообщение. Не потому, однако, будто Бог имеет нужду в совете, этого да не будет, но чтобы самым способом выражения показать нам достоинство творимого. Но если человек дороже всего мира, то как же он создается после этого мира? Именно потому, что он дороже мира. Когда царь намеревается прибыть в какой-либо город, то впереди его идут военачальники, правители, оруженосцы и всякого рода служители, чтобы приготовить царский дворец и устроить все прочее потребное, можно было принять царя с великой честью. Так и здесь. Как бы в ожидании прибытия царя наперед явилось солнце, распростерлось небо, возник свет. И когда все было сделано и устроено, тогда вводится с великой честью и человек. Сотворим человека по образу. Слушай, иудей, кому Бог говорит, сотворим? Это написал Моисей, которому они, по их словам, хотя лживым, верят. А что они лгут и на самом деле не верят? Послушай, как и Христос обличает их в этом и говорит. Если бы вы верили в Моисей, то верили бы и мне. Теперь у них книги, а сокровища-то их книг у нас. У них письмена, а у нас и письмена, и разумения. Кому же, скажи, Бог сказал, сотворим человека? Просто, говорит, он скажет, ангелу или архангелу. Как негодные слуги, когда господа выговаривают им, а они не могут дать прямого ответа, говорят все, что не пришлось. Так и вы говорите. Бог сказал-то ангелу и архангелу. Какому ангелу? Какому архангелу? Не дело ангелов творить, и не дело ангелов-архангелов совершать это. Почему же, когда творил небо, не сказал этого ангелу и архангелу, а сотворил единственно сам, а когда создавал живое существо, драгоценнейшее небо и всего мира, то есть человека, то берет рабов-соучастники творения? Нет, это не так. 736. Ангельское дело предстоять, а не творить. Послушай, что говорит Исаия о Серафимах, которые выше архангелов. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И Серафимы стояли округ его, шесть крыл имея, и шесть крыл у каждого. И двумя крыльями покрывали лица свои. То есть они закрывали свои лица, потому что не могли вынести блеска, выходящего от престола. Что скажешь? Серафимы предстоят и находятся в таком удивлении, изумлении. Это тогда, как видят снисхождение Божие. А ангелы же участвуют с Богом в решении рассуждения. Но это несообразно. Кто же это, кому говорит Бог, сотворим человека? Это чудный советник, Бог, крепкий князь мира, отец вечности. Сам единородный Сын Божий. Ему-то он и говорит, сотворим человека по образу и по подобию нашему. Не сказал по моему и твоему, или по моему и вашему, но по образу нашему, указывая на один образ и одно подобие. А у Бога и ангелов не один образ и не одно подобие. Как действительно может быть один образ и одно подобие у владых и у служителей? Таким образом, со всех сторон опровергается ваше понимание. И подобразом, разумеется, здесь образ господства, как видно и из последующего. Сказав по образу и по подобию, присовокупил. И да, обладают рыбами морскими. Обладание же не может быть одинаковым у Бога и ангелов. Действительно, как оно может быть одно и то же у рабов и у владыки, у служителей и у повелителя? Но нам возражают еще и другие некоторые, которые, худо понимая сказанное, говорят, что Бог имеет такой же образ, как и мы. Писание говорит не об образе существа, но об образе господства, что мы и докажем из последующего. В самом деле, что божество не человекообразно, послушай слов Павла. Муж не должен покрывать голову, ибо он есть образ и слава Божия. Жена же есть слава мужа, посему и должна иметь покров на голове. Если бы под образом разумелся здесь тот неизменный вид, какой имеет Бог, и человек потому назывался бы образом Божиим, что Бог имеет такой же вид, то, согласно с теми, следовало бы назвать образом не только мужа, но и жену. Потому что и у жены, и у мужа один отпечаток и отличительное свойство, и одно подобие. Так почему же муж называется образом Божиим, а жена нет? Потому что апостол говорит об образе не по внешнему виду, а по владычеству, который имеет один муж, а не жена. Он никому не подчинен, а она подчинена ему, как сказал Бог. И к мужу будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Потому муж есть образ Божий, что никого не имеет выше себя, как нет никого и выше Бога. Но над всем он господствует, а жена слава мужу, потому что подчинена мужу. И опять в другом месте говорит, не должны думать, что Божество подобно золоту, серебру или драгоценным камням, приобретающим по вымыслу человеческому образ. Смысл этих слов такой. Божество не только превосходит видимые образы, но даже и мысль не может представить себе то, каков Бог. Как Бог может иметь образ человека, когда Павел говорит, что даже никакая мысль не в состоянии представить существо Божие. Наш же вид и образ все мы легко можем начертать в уме. Хотел опять и сегодня поговорить о милостыне, но время нам не позволяет. Потому прекратим слово и только посоветуем вам тщательно хранить все сказанное и усердно заботиться о доброй жизни, чтобы не напрасно и не без пользы собираться здесь. Если будем содержать правильные догматы, а дел добродетели не будет, то совершенно лишимся вечной жизни. Ибо не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца Моего Небесного. Итак, будем творить волю Божию со всем усердием и ревностью, чтобы войти нам на небеса и получить благо, уготованное любящим Бога, которых все мы достигнем благодати человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.